Друзья, всем привет! Добро пожаловать на мой канал, меня зовут Даша. В сегодняшнем видео хочу поделиться с вами последними новостями из своей жизни и показать покупку, которую я совершила, швейную покупку. Исполнила свою давнишнюю мечту. И в этом видео хочу вам, ну, такую небольшую распаковку сделать. Хотя я уже распаковывала эту покупку и уже на нее смотрела, но не пользовалась еще. Еще запаковала все обратно. Ну, просто хотела посмотреть, что с ней все хорошо. До того, как я сниму это видео, все хорошо с моей покупкой. И я вам хочу поделиться этой своей радостью. Кто на меня давно подписан, знает, как сильно я хотела это приобрести. Очень давно. Вот, ну, сейчас кратенько расскажу о новостях, о вообще, куда я пропала, наверное. Поделюсь информацией. У меня выдались не очень хорошие недели, может, месяца. В общем, не очень хорошее время выдалось. Происходили нехорошие, там, события, грустные события. В том числе поэтому и еще потому, что меня завалило работой и учебой, я пропала с YouTube. Но я не собиралась и не собираюсь отсюда уходить. Просто так получается, что фокус немножечко смещается. Мне кажется, это нормально. Мне радостно, что мои видео все равно смотрят, ждут. Я буду продолжать их снимать в темпе. Сейчас, наверное, темп я буду наращивать. То есть, после этого видео будут выходить видео чаще, чем в июне они выходили. И больше видео. Ну, просто такой вот получился период. Не буду сильно вдаваться в подробности, что там происходило. Я думаю, кому интересны какие-то личные подробности моей личной жизни, семейной, те подписаны, наверное, на мой инстаграм личный и в курсе дел. Вот, я думаю, что... Ну и то, там я не все рассказываю. Поэтому просто поверьте мне, было сложно. Вот, я сфокусировалась на занятиях с ребенком и на работе. В общем-то, это были главные такие приоритеты. Даже немножко забила на учебу, хотя я тоже хочу вам здесь поделиться. Кто не знает, я прохожу сейчас курс переквалификации. Этот курс даст мне корочку, сравнимую с высшим образованием, о том, что я являюсь дизайнером одежды. Мое обучение скоро подходит к концу. Я уже прошла все блоки обучения. И на данный момент я переделываю домашние задания, которые нужно переделать, которые не прошли проверку. И затем буду заполнять дипломную работу. Она, в принципе, состоит из тех домашних заданий, которые я делала. Поэтому их нужно просто привести все в порядок, чтобы их все одобрили и все их организовать и, в общем-то, организовать в диплом. Я учусь уже, получается, больше пяти месяцев. И 31 июля я должна уже все-все-все-все-все закрыть и сдать, чтобы получить диплом. Если я этого не сделаю, то, соответственно, я не получу диплом. Но остались реально последние прям рывки такие, которые я обязательно сделаю. Хоть мне было сложно, мне было там... Не было совершенно времени. Вы не представляете, как мне вообще в голове тяжело было уложить весь спектр дел, которые мне нужно выполнить, разнокалиберных. Что я просто... Просто у меня уже крыша немножечко поехала. Поэтому немножечко пришлось оставить канал. Сейчас станет, я думаю, полегче. И я опять с полной силой вернусь. Также, кроме учебы, я работаю. Я в том числе беру заказы на шитье. Они интересные и сложные, но их немного. И, честно говоря, это очень хорошо, потому что больше я не успеваю. Я больше до конца лета брать заказы на пошивы не буду, потому что у меня есть идея для, так скажем, бизнеса. Она тоже связана со швейной тематикой. Соответственно, я придумала... Ну, пока училась, придумала некоторую концепцию, которой хочу заниматься. Некий, ну, можно сказать, бренд, которым буду заниматься. Это будет абсолютно что-то новое для меня. Ну, не в плане, что это будет какое-то новое направление. Это будет женская одежда. Но я продумала концепцию очень круто. Продумала многие спектры развития этой концепции. И думаю, что если вплотную ей заняться, то у меня может все получиться. Конечно, я уже никогда не питаю иллюзий каких-то баснословных, что это там выстрелит или еще что-то. Нет, такого у меня нету. И это нормально. Я считаю, что раньше я как-то к этому относилась, к организации своего дела относилась более окрыленно, воодушевленно. Сейчас я с более холодным умом и расчетливостью, и расчетом отношусь ко всему тому, чем я планирую дальше заниматься. Я думаю, вы тоже будете понимать это, увидите. Особенно те, кто подписаны на мой инстаграм лично. Я больше, ну, я особо не веду сейчас швейный инстаграм, поскольку я не вижу в этом смысла. Мне нравится площадка YouTube в этом плане. Мне не нужно постоянно выходить в сториз, там какие-то, постоянно пилить контент. Мне нужно делать контент точечно, мне нравится делать его полноценным таким, таким, как сказать, развернутым. В общем, формат YouTube мне, и ВКонтакте, кстати, тоже, мне вполне подходит для реализации своих таких вот швейных, для швейного такого вот обмена, для швейного блога. И на данный момент инстаграм в швейной тематике мне очень интересен. Первое, что нужно определить вообще для любого бизнеса, для любого дела, просто даже если вы что-то делаете, у вас должно быть в голове понимание, для чего вы это делаете. И вот я везде ответила себе на вопрос, для чего я это делаю, кроме инстаграма. То есть у меня не получается ответить даже на вопрос, для чего мне вести швейный инстаграм. У меня, скорее всего, для дела, которое я придумала, скорее всего, будет инстаграм, и он будет, соответственно, иметь цель продаж, цель узнаваемости бренда, цель нарастания аудитории для реализации изделий бренда. Но это исключительно такие цели. Цель моего личного аккаунта на самом деле определяется мною очень просто и быстро и легко. У меня очень плохая память, и через фотографии я лучше запоминаю события, происходящие в моей жизни. А через тексты я могу и тексты писать, и я это делаю, делюсь. Это все, на самом деле, может быть, выглядит как для кого-то, но на самом деле, скорее, я обращаюсь к себе. И к себе в будущем, и мне так будет всегда проще вернуться к тому, с чего я когда-то начинала, или что у меня происходило. Небольшое отклонение от темы. У нас сейчас июль. Очень разная и странная летняя погода. Сейчас конкретно идет дождь и плюс 21 градус. И мне такая погода очень сильно нравится. Я люблю прохладу, я люблю свежесть. 20-25 градусов для меня это вот идеальная 15-25, ну, в этом промежутке. Идеальная погода. До этого у нас было пару дней жары, и мне было очень сложно в жару, поэтому я сейчас опять сижу на веранде, и на веранде тоже тут вот вещаю. Тоже в цветах, хотя питуньи надо уже подрезать. Очень рада, что в этом году я не сажала никакой огород, потому что я вообще не успеваю. И, честно говоря, выходя на улицу, я просто хочу отдохнуть. Я им, собственно, и занимаюсь. С ребенком мы там играем в песочек, гуляем, катаемся на гамаке, и вообще все прекрасно. Ну что ж, мне кажется, я вам рассказала такие грандиозные и не очень планы, цели, события. Да, скоро я закончу курс. Я запишу отдельное видео про этот курс, про мои ожидания, про то, что получилось. И в целом, как мне было проходить этот курс, будучи матерью непростого ребенка и имея работу, там, домашние какие-то дела. В общем, полноценную работу было сложно. Ну, в общем, да, это вкратце, было сложно. Но так я в отдельном видео, наверное, все-все-все расскажу. Давайте покажу, что же я купила для себя, о чем давно мечтала. И распакуем с вами. Та-дам! Это машинка. Ну, видно, да, что это за фирма уже сразу, и видно, что это за машинка, скорее всего, вы поняли, что это, возможно, оверлок. Нет, это не оверлок, это коверлок. И, как я уже говорила, я очень сильно давно мечтала о коверлоке. Мечтала я о нем полтора года назад. Я хотела прямо его уже покупать. Но случилось поднятие резкое поднятие цен. Случилось резкое подражание у машинок. Все мы знаем, почему. В тот момент я потеряла и заработок, поэтому, как бы, позволить себе более дорогой вариант машинки, конечно же, я уже не могла. И сейчас, выбирая фирму, я не только отталкивалась, наверное, от цены, я уже еще отталкивалась от запчастей, которые можно найти в России. Для меня сразу отпал вариант покупки машинки Бразер, потому что в предыдущий раз, когда я ремонтировала оверлок Бразер, ну, я его за это время, за полтора года дважды ремонтировала. Первый раз я сломала пластину игольную, и мы ее заказывали. И это было дорого, это было муторно, сложно, и из-за того, что уже не поставляют запчасти Бразер. Второй раз я ремонтировала машинку после того, как ее Почта России разбила. И тоже оригинальных запчастей не было. И, в общем-то, что-то там придумывали, ставили. Вот. Я рассматривала, кстати, машинку Пфав, оверлок Пфав. Но по цене, вот он стоил столько же, сколько коверлок от Нечи. Неки, или, я не знаю, Неки или Нечи. Что-то я не подготовилась к видео, и не знаю, как правильно читать. Это коверлок Неки-Неки или Нечи-Нечи 5-5-5-5-5. Я смотрела характеристики Пфавовского оверлока примерно за эту же цену и вот этой машинки. И вот эта машинка по характеристикам сильно выигрывала у Пфавки. Хотя я, конечно, знаю, что Пфавка это, ну, надежная машинка, хорошая, классная. Мне очень нравится дизайн Пфавок. У меня у самой Пфавка, которую тоже ремонтировала. Кстати, будет, наверное, уместно в этом же видео сказать, что мы сейчас судимся с почтой. У нас уже прошло два заседания. И, собственно говоря, все нормально. Я так понимаю, что... Ну, не будем загадывать, но я так думаю, что все идет к тому, что мы как бы выиграем этот суд. Просто дело времени все это сделать. Но я не могу ждать, пока мы выиграем суд. Я уже ремонтировала свои машинки, которые разбились, поскольку я все-таки зарабатываю деньги на этом. Я не могу сидеть и ждать, там, у моря погоды, что изменится. И когда мы выиграем суд. И поэтому я, в общем, заработала и купила эту машинку. Как, собственно, и предыдущие свои машинки я зарабатывала и покупала, так и эту. В общем, распаковка. Распаковочка. Ну, собственно говоря, я буду снимать целый обзор на машинку. Как я обычно это делаю. Потому что... Ну, не сейчас, потому что мне нужно попользоваться ей. Я вообще ничего не понимаю еще. У меня никогда не было ни коверлака, ни распашивальной машинки. У меня был только оверлок, как бы простой бразер. Очень ему много уже лет. Он у меня с самого начала, только как я шью. То есть, 7 лет он у меня уже. Ну, я только на промышленном оверлоке еще работала. Но других у меня оверлоков не было. Поэтому мне сложно сейчас будет прям сразу вам рассказать о его преимуществах, плюсах, минусах. Мне нужно все-таки привыкнуть к переключанию с оверлока на коверлок. Мне интересно, сколько это времени будет занимать. Мне интересно проверить, сколько толщину футера возьмет эта машинка. Потому что основным критерием выбора машинки была ее мощность. И возможность прошить бутерброд из минимума 3-4 слоев футера с начесом. Потому что, несмотря на бразер, мою машинку оверлок, несмотря на то, что я поменяла там ножи, уже в конце я уже и ножи поменяла, она все равно не брала бутерброд из там 3 слоев, даже футер 3 нитки. Для нее было сложно очень пройти. Я намучилась и решила, что нужно что-то в этой жизни менять. Тем более, я опять же повторюсь, я на этом деньги зарабатываю. Это важно. Ну что, мы открываем и видим. В принципе, здесь стандартный комплект. Это педаль черная, классная педаль. Мне понравился ее цвет. И здесь вот такой вот коробка. Такая с принадлежностями. И мне безумно понравился набор принадлежностей. Я вам сейчас, ну попозже на это покажу поближе. Я очень приятно была удивлена. Вот. Потому что в этом наборе прям... Ну, я, в общем, покажу, и вы тоже поймете, почему я была приятно удивлена. Ну и, собственно, здесь уже идут инструкции. Я уже так ее немножечко почитала. Обожаю, как пахнут новенькие книжечки. Я очень была тоже приятно удивлена. Потому что никто в отзывах не писал про мусоросборник. Я не видела в комплектации, чтобы был прописан мусоросборник. И я подумала, что, наверное, у этой машинки нет мусоросборника. И подумала, ну ладно, я докуплю. Хотя это был единственный такой минус, из которого я прям серьезно рассматривала другую машинку в покупке. И, оказывается, здесь есть мусоросборник. Он миниатюрный. Гораздо меньше, чем у моей Бразер. Но он есть. И это уже хорошо. Почаще буду его менять. Так, как же мне его достать? Вот он, сам коверлок. Он, конечно, гораздо более мощный, чем моя машинка. И поэтому он тяжелее. Гораздо тяжелее. Мне кажется, прям чуть ли не в два раза тяжелее Бразер. Ну, потому что машинка больше и потому что это хорошо. Скорее всего, у нее металлическая станина. Ну, вот так вот выглядит внешне. Я не могу, кстати, сказать, что мне офигеть, как нравится он внешне. Поскольку здесь вот такая вот боковина есть, и она бирюзовая. Мне бы больше понравилось синий там или что-то, я не знаю. Но... Или просто вот в этот же цвет. Ну, блин, боковина и боковина. Я фиг с ней. Вот. В комплекте шли нитки. Бобины уже заправленные. Здесь уже все, я так понимаю, шло... Да, все заправлено. Кстати, выглядит гораздо проще заправка, как будто бы. Но это надо будет разбираться. Надо посмотреть, как тут все это... Так, в машинке, насколько я поняла, 20 стежков. 20 видов стежка. В том числе распошивальные стежки всякие разные. Возможно, шить ролевым швом, соответственно, обычным тройным, четверным и распошивальным. В общем, будем разбираться. И уже я, наверное, через месяц, через два выйду с более подробным обзором. Поскольку мне нужно к этой машинке сейчас приноровиться, привыкнуть, попробовать. Ну, выглядит она вот таким вот образом. И так, давайте покажу, что меня все-таки удивило в этой коробочке. Чему я так восхитилась. Ну, здесь стандартные вот такие вот сеточки для бобин. Не помню тоже, как называется. Тоже для бобин нужны эти штучки. Стандартные идут отвертки, ключи. Иголки, масло тоже все стандартно, да? Щеточка для чистки. Тоже направитель. И для иголок отверточка. Вот это, я не знаю, по-моему, это называется шестигранный нож. Я не знаю, для чего он. Посмотрю, попробую. Никогда не пользовалась. Но первое, что мне понравилось безумно, это наличие пинцета. Вообще, в каждом оверлоке хотелось бы видеть эту штуку. И с помощью него очень удобно заправлять оверлок. Вот, поддевать там ниточку. Когда я училась, у меня, у нас в техникуме везде, у каждого был, у каждой машинки оверлока был пинцет. Вот такой вот длинненький большой пинцет. Это просто безумно приятно. Мне очень понравилось. В бразер моей не было пинцета. И еще не менее важная штука, и очень крутое, что у нас здесь есть, это запасной верхний нож. Вот так он выглядит. Если, например, вы наехали на булавку, вам срочно нужно что-то дошивать. У меня такое было. Пожалуйста, вот есть запасной верхний нож. Вы можете его взять и дошить. Мне кажется, это очень круто. И, кстати, коробочка тоже очень-очень удобная для хранения. Все, друзья, на этом все. Давайте я с вами вот так попрощаюсь, потому что не хочу опять выстраивать все, садиться. Мы увидимся с вами очень скоро уже в новых видео. Обязательно подписывайтесь, если вдруг вы не подписаны. И ставьте на это видео тоже лайк. Меня это очень сильно вдохновляет и мотивирует. И также еще напишите, пожалуйста, в комментариях, нужно ли снимать обзор отшитых изделий. Потому что у меня накопилось много отшитых изделий. Я не снимала, как их шью, и не снимала на них обзоры. Напишите, пожалуйста, ждете ли вы такие обзоры. И если да, я обязательно буду их снимать. Потому что вещи уже в ходу. Кстати, вот этот костюм из интерлока, в котором я сегодня тоже я отшила. Тоже мне хотелось его показать. Ну, вот как-то закрутилось, забежалось и так далее. В общем, если вы будете ждать, то я обязательно такое видео сниму. Все. Всех целую. Пока-пока. Пока-пока.